Тайская мисс Толстушка, разорившаяся дочь Элвиса Пресли и загадочный клад в скалистых горах. Обо всем этом прямо сейчас. На спутнике Земли нашли достаточное для колонизации запасы воды. По мнению ученых Института космических исследований в Болдуэре, штат Колорадо, вода распространена по всей поверхности Луны, а не только в полярных регионах, как считалось ранее. К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные двух орбитальных зондов. В НАСА полагают, что эти результаты могут понять, можно ли использовать воду на сателите как ресурс. Мисс Толстушку выбрали в провинции на севере Таиланда. Конкурс нестандартной женской красоты тут проходит ежегодно. За несколько месяцев до традиционного соревнования длинноногих моделей за титул Мисс Таиланд в Бангкоке. В этом году звание самой красивой досталось трансгендерной красавице весом в один сантиметр, бандите Санкачарт. Она подошла по всем параметрам. Ее вес не меньше 80 килограммов, она уверенно держится на сцене и излучает положительную энергию. Единственная дочь поп-короля Элвиса Пресли Лиза Мария погрязла в долгах. По словам певицы, ее задолженность по кредитной карте составляет уже полмиллиона долларов. А от состояния в 100 миллионов осталось всего 14 тысяч. В банкротстве 50-летняя певица обвиняет своего бизнес-менеджера Барри Сигела. Тот, дескать, инвестировал ее деньги в нерентабельные проекты. Лиза Мария подала на Сигела в суд. Тот все обвинения Пресли отрицает. Они носят прическу Маллет, как Стивен Сигел и Джон Траволта 80-х. Танцуют под музыку из той же эпохи и отращивают длинные усы. В австралийском Кури-Кури прошел ежегодный фестиваль винтажа. Кто-то сюда приходит, чтобы вспомнить молодость, кто-то, чтобы посмотреть, как развлекались его родители, а кому-то просто хочется выгулять свои старые леопардовые лосины. Но как бы там ни было, на денек попасть в прошлый век интересно всем. Богатые тоже прячут. Эксцентричный миллионер спрятал клад в скалистых горах. Уже четвертый человек погиб, пытаясь его найти. Закопать сундук с сокровищами Форест Фен решил в середине 90-х, когда ему диагностировали рак. Болезнь удалось остановить, но идея с кладом никуда не делась. В 2010-м Фен опубликовал свою автобиографию под названием «Страсть погони». В книге миллионер оставил 9 подсказок, зашифрованных в стихотворении, и предложил читателям взяться за поиски сокровищ. Сейчас разгадать стихи и найти драгоценности пытаются тысячи людей. Кайли Дженнер случайно обрушила стоимость соцсети на миллиард долларов. Одна из сестер семейства Кардашьян написала у себя в Твиттере, что больше не заходит в Снэпчат, популярное в США приложение. После этого стоимость акций компании моментально просела на 6%. Таким образом, буквально за сутки Снэпчат потерял почти полтора миллиарда долларов капитала. Продолжение следует...